После вчерашней вашей радиопередачи, были ли каверные вопросы? По статье против вас, которая была в вечернем Барнауле, относительно истинного крещения, по радио выступал владык Антоний и назвал вас по имени и отчеству, разъясняя смысл выступления перхального управления против вас. Ну как-то у нас тут газета была, вечерний Барнаул, и она статью выступила, выпустила против меня, а я случайно был там же в редакции и гляжу статью. А мне говорят, так это против вас. Написано перхальное управление молится о спасении души Игнатия Ламкина. Я тут же сразу статью написал, кажется, домой не ходил, прям тут же в редакцию написал, Игнатий Ламкин молится о спасении перхального управления. Ну я-то привел данные, которые в Московской Патриархии, в журналах везде печатают, а у них ничего не было, они просто придумывали, кащались и... Так. Ответ такой. После каждой моей радиопередачи я еще остаюсь в рубке иногда два часа и отвечаю на звонки, которых бывает более 30, и так в течение нескольких лет. И не было ни одного отрицательного звонка. Ни одного отрицательного звонка. А у людей очень серьезные вопросы. А вопрос ответить это время, а представьте, это 30 звонков и с лишним. А у меня телефона дома нет, и я редакционный телефон называл всегда, все это официально, разрешено, государственная радиостанция. Все любили, кроме попов, священников. Люто ненавидели это. Я говорил постоянно, как выйти им из этого тупикового состояния? С покаяния. Они ничего не слышат. Самый непригодный материал оказался, когда-то священнослужители. И притом, это ни год, ни два. И когда меня спрашивают, ну что вы, как говорится, крест на них поставили, зачем ставить крест? Это они ставят его. Мне никто не давал эту власть. Я знаю только одно, что так просто Бог не оставляет. Он будет убивать и выжигать их всех. Это уже было. История проходила. Вот почему Невзоров говорит, я не хочу, чтобы снова их вниз головой с колокольни сбрасывали. А мы стоим где-то рядом. Они опротивят, омерзеют всем. Везде все лезут, со сластями, воинские, школы, АПК, везде вот это. Зачем? Наша задача идти и свидетельствовать. Нам не надо проповедовать культуру или этику. Нам нужно свидетельствовать о Христе. Что он умер за грехи всех людей. Что спаситель пролил причистую кровь в оставлении грехов. Что книга Библии, это святая Библия. Там Евангелие, говорящая о любви Божией. Нам вот что нужно. Чтобы все до одного шли, свидетельствовали. И мы могли бы постановку изменить. Хотя уже очень-очень трудно. Дальше. Боюсь, как бы эти радиопередачи не прекратились. Потому что местное и пархиальное управление сильно вредит моим выступлениям. И начальник красы усиленно гнет меня. Покорейтесь Антонию. Иначе ваши передачи могут прекратиться. Прошу всех молиться об этом, чтобы этого не случилось. То есть вопросы-то идут такие, и они бывают очень похожи. Ну и теперь отвечаю. Не мне определять значимость тех передач, которые я веду. Но могу сказать, что если они меня вышибут с радиостанции, эти программы им никогда ничем не заменить. В этом я абсолютно уверен. Ибо знаю местных священников. Они будут говорить о чем попало, но только не о том, что требует Бог по Библии. Сегодняшнее священство в подавляющем большинстве не является призванным на это великое служение, не являются теми, за кого они себя выдают. Бесталанные, коростолюбивые, боязливые. А таким Бог дать ничего не может. Дух Божий не может трудиться в таких душах и высказывать людям свою волю. Потому что священники – рабы чужого мнения. Более всего боятся епископов, боятся, чтобы их не отогнали от кормушки церковной. 2 Коринфянам 3 глава 17 стих. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Вот я этот стих разъясняю. Поясняю так, допустим, Дух Божий дует где-то. Мы должны вот так вот все склониться перед Ним. Чтобы Дух Божий проносил свою мысль через нас, как через друппу. Но если мое Я встает в одном-другом месте, Дух Божий не может биться. Здесь вот я скажу, пройду, а здесь нет. Я образно, ну, как ветер. Дух дышит где хочет. Нет. Где Дух Господень, если Он уже есть, там должна быть полная свобода. Свобода от всяких разных мешающих причин. Меня Бог послал, я обязан сказать. А будут будут не слушать, ты иди и говори. Я знаю, они народ упорный, упрямый. Так они сегодня говорят, это ты упрямый. Это ты гордый нам не покоряешься. А как я могу вам покоряться, когда вы враги Христа Христова? Как могу покоряться тем, которые Евангелие народу не дают? Мы Евангелие раздаем по домам, в каждый дом, в деревне. А священники собирали его, Евангелие, и с торгового двора сжигали. Некоторые даже не верят. Неужели могло быть так? Вам что называть, где это было? Притом это не одно место. Вот такой ответ я им давал. К этому добавлять, собственно, уже сегодня нечего. И так понятно. Получилось два ответа вопроса. Это у нас третий вопрос будет. Пожалуйста. Почему на ваших занятиях далеко не полная аудитория? Вопрос 178. Всего около 70 человек, а может быть 250. Хотя много было расклеено объявлений, и по радио неоднократная реклама была. А у отца Михаила Капранова в два раза больше народу, хотя никакой рекламы не было, не считая скромного объявления на двери в церкви. Знаете, какие вопросы дает? Это я не выдумываю, но я ни одного вопроса не скрыл. Я даю ответ такой. Матфея, 22 глава, с 1 по 14 стихи. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, Царство небесное, подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир. И не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, Скажите званым, Вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою, Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав осем, царь разгневался и послал войска свои, истребил убейцонных, и сжег город их. Тогда, говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутья, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабытие, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащим. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, Друг, как ты вошел сюда, не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, Связав ему руки и ноги, возьмите его, и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Вот 22 глава, и Мангелия Матфея, для нас как эпиграфом, как маяком в нашей работе. Моя задача, людям дать знать, что у царя брак. А придут, не придут, меня это абсолютно не касается. Потому что у меня другая миссия, засвидетельствовать, сказать, и царь говорит, кого жег-то в город, который не пошли, который голову разбивали. Мы этим и занимаемся, мы идем и свидетельствуем. Вот меня как-то спрашивали, ну, бывает, что какой-то человеком знакомый, ну, был бы близко знакомый Путин, Владимир Владимирович, ну, и подружились бы и сказал, ну, ты у меня что-то попроси, говорит, не стой ирода, до половины царства. Что бы ты попросил? Так у меня все есть, я ничего не хочу просить. Как женщина сказала, Елисею это, я среди своего народа живу, ничего. Ну, все-таки я попросил бы. Я бы сказал, если можно, сделайте известный наш сайт, кристине1.народ.ру. У меня там Библия начитана, 50 книг начитаны. Сделайте так, чтобы люди знали, да кто придет, меня это не касается. Заглянут они, придут, уйдут, придут, меня это совершенно не касается, это я должен сделать известным, что у царя брачный пир. Вот, это не просто я дал, прочитать это. Я этим живу, ежедневно повторяю вот эти слова. Дальше. У нас все точно по Евангелию, а у отца Михаила широкие врата и пространный путь. Цитаты из Евангелия. Ни один из его слушателей по нашим меркам, основанным на Евангелии и канонах, не будет сразу принят в нашей крестовозвиженской общине города Барнавула, РПЦЗ, Русская Прославная Церковь за границей, даже в оглашенные. У нас оглашенные проходят полный курс занятий, около 550 часов, изучая весь Новый Завет по толкованию святых отцов, и у каждого оглашенного два поручителя, помогающих и наблюдающих за ним. Накануне крещения весь церковный совет, это 10 человек, и два поручителя, решают допускать их до крещения или нет. И хотя наше решение носит рекомендательный характер, а все в воле священника, он просто так запросто от нашего решения не отмахнется. Иначе будет наказан и не нами, а теми, кого он допустил до крещения. К сожалению, такое уже было несколько раз, так что он стал более внимательным к нашим рекомендациям. В нашей маленькой общине образованы с нуля 74 взрослых и 16 детей, и все до единого крещены в полное троекратное погружение. У нас нет ни одного безбородого или крашеного, нарушающего посты, каноны церкви. В нашей книге к истинному православию в главе истории нашей общины в 49 позициях описано то, чего нет в других церквах, в том числе и отца Михаила. У нас уже есть и практический опыт. Несколько человек из его приверженцев приняли у нас крещение, и они с ужасом вспоминают то время, когда они были у него. Он их ничему не научил. Они топтались на одном месте и держались за его ряску. Есть люди, которые из нашей общины перешли к нему, и мы видим страшную трагедию этих лиц. Они полностью деградировали, стали совершенно мирскими людьми, живут в беззаконных гражданских браках, по несколько раз женятся при живых сожительницах, крашеные не соблюдают посты, женщины в брюках, мужчины курят и на пропалую лгут, не боясь нисколько греха. К таким пастырям Иоанн Златоуз говорит, если по твоей вине погибет хотя бы одна овца, о пастырь, тебе не хватит всей твоей жизни, чтобы рассчитаться за нее. Чтобы попасть к нам в общину, уходят месяцы на знакомство с нами, прежде чем первый раз кто-то получит разрешение побывать на богослужении. У нас полная отдаленность, отделенность от мира. Во время богослужения двери ограды, где находится храм, заперты, а в ограде постоянно находятся дежурные во избежание попадания посторонних. У отца Михаила проходной двор, улица. Я сам видел, как мужчина зашел у него в храм с собакой и дымящейся папиросой. И мне пришлось звать священника, чтобы вывезти его. И похоже, сделал я это зря, потому что тут же в храме меня обложили. Баптист пришел, командует тут. Иди к себе и там наводи порядок у своих баптистов. Еретик, раскольник. Нужно сказать, что у отца Михаила миллионы, а у нас единицы. Притом, из принявших у нас крещение после длительной катехизации еще отпадет третья часть. На оглашенные изыдети у нас всегда выходят десять и более человек. У отца Михаила ни одного за всю его жизнь. И даже маленькая записка на дверях церкви не нужна. Зачем кого-то учить, когда все уже крещеные? Лагеря и тюрьмы. Вся криминальная хроника это плоды церковной полноты, как любят назвать они отца Михаила. То ли еще будет? Его прихожан мы приглашаем посетить наше занятие и отвечаем на все их вопросы. За эти годы мне поступило более трех тысяч вопросов и какого бы провокационного характера они не были, на все до единого был дан ответ. Но когда наши люди приходили к нему на занятия, то после первого же вопроса он вскипал, вызывал их встать, при всех лгал на меня, что я не признаю Божьей Матери и прочее, и с треском выпроваживал их из зала, бросая в догонку. Вот они какие игнатьевцы. Современных священников, если снять тряску и оторвать от епархиального корыта и не давать им храма, то они будут стоять красному, бесталанные и потерянные. Послание Иеремии. 1 глава 69 стихи. И как бы для девицы, любящей украшения, берут они золото и приготовляют венцы на головы богов своих, как пугало в огороде ничего не сбережет. У нас мало, но это рожденные. Там много, как в нынешних абортариях, и нет крещения. А идет жуткая оболванивая приходящих и притом за деньги. Там удушают людей укупели. Некоторые не знают, кто такой отец Михаил Капранов. Это прекрасный сам по себе человек. Он был в группе Огурцова. Это единственная настоящая группа была, которая готовила стержение власти, подготовила танкистов, оружие, все. Он переносил какие-то материалы. Ну, как говорят, дуриком вляпался к ним. Ну, ему дали 7 лет. Я с Огурцовым встречался, потом он в Париже оказался. Я говорю, а как вы обратились? Я к нему послал людей на магнитофон записать. Он два часа рассказывает и нигде Христа нету. А вот он был, сидел там, один тоже еще студент был арестован, политзаключен на Пермске лагеря. И вот я посмотрел на его глаза, ну, как вот Кураев рассказывает, на глаза студента, и я подумал, что что-то есть. Вера отслышания, отслышания от слова Божия. Римлянам 10 глава. Он не мог сказать, когда вы обратились к Богу, то я говорю, он исторический какой-то факультет не окончил, а вернувшись через 18, кажется, лет, тогда его окончил. Грамотный, член какой-то Санкт-Петербургской там академии, право, ну, везде всегда все ездил-то. Внезапно заболел и умер. Также внезапно еще при нем умер его сын, который воевал против отца сам по себе. Он хороший, у него друг был Остафьев, Виктор, писатель из Красноярска. И он у него останавливался. Он даже как-то Леонида Андреева жену, кажется, поминал, знает и все. Тут какие-то у него знакомства были. А этот Остафьев был жуткий матершинник. Он сам о себе пишет, как-то соседи дачу строил-то и целый день матерится. А соседи спросили, ее называют, теща-то, и говорят, а что это за мужик-то такой крутой, так матерится. Да это зять, говорит, у меня такой. Писатель. И он у него был, и он на него никак не влиял. Я вот к чему рассказываю. Ну, можно было повлиять. Ну, у меня тоже бывает люди, мы встречаемся, материмся. Я сижу в камере. Ну, камера там курит день и ночь. Может быть, там 10, 20, 30 человек. Но маты все прекращаются. Я нахожусь в этой камере. Я не знаю, как ты-то, почему ты не позволяешь им так? Я стою на молитве, в это время нового человека в камеру втолкнули. Ну, он заходит откуда, что он сам, мать, перемать, там хватать, все это. Ему, а я молюсь. Но слышит, я слышу, что говорят. Так, маленько погодя, говорят, мужик, ты помело прикуси свое. У нас ругаться нельзя. У нас батюшка, видишь, молится. Да, так. Он уже нигде слова не скажет. Почему? Потому что все против его будут. У меня под окном сидят мужики, выпившие, сидят матерятся. Но я их не вижу. Но вот я открыл, через коридорчик прошел на улицу, барачиво типа жим, друг друга в бок толкают. Никакой. Видишь, вышел. Все. А здесь при нем, у него дома, в квартире, у священника сидит, матерится, и он ничего с ним, ну как это так-то? Никакого влияния, что ли, нету? Будет он слушать, не будет. Не будет слушать, ну прекратив встречи всякие. Мне спрашивают, а у вас что нет матершинников? Ни одного нету. Этого и быть не может даже. Но если он сквернословит, замещание сделаю, а если два, предупреждение будет, а третье, мы расстанемся. Все. Зачем мне это нужно? Так у нас что ни один не курит, у нас ни один не курит в общине. Даже близко нету. Почему? Мы должны за этим смотреть. Мы члены друг к другу. Теперь вот я ему и говорю, да, у нас мало людей, мало, меньше идет. Но люди, которые ходили к нему, вот это вот у нас Силина, Тарасова, это его прихожанки. А он говорит, на одном месте третий год, что закон Божий, а что там? Ну, главное, что есть, а остальное, как креститься, вплоть до того, через какое плечо подавать свечки. Они не изучают Слово Божие. У меня программа такая, весь Новый Завет, втолкование святых отцов, ветхозаветная книга, там у нас очень много что было, песня песней. Вот мой ответ. Это я все терпел, все эти годы. А сейчас я уже занятия там не веду. Ну, не веду, потому что меня там нету. Такие события. Вот. Это мы этот сейчас смотрели. Вопрос 25-й. Как должны относиться верующие к Дню Победы? Ну, вот это вопрос. 9 мая меня спрашивали. Я иду по улице, там берут интервью, снимают что-то, ну и подходят. Как вы относитесь к нему? Я вот так отвечаю. Это не только с кафедры, а прямо на улице. Зачем им относиться к тому, что к ним не относятся? У нас есть свой праздник Победы, Пасха Христова, Победа Христа над дьяволом. Все, ответ четкий и понятный. Сатана старается во всем копировать Бога, но у него все получается наоборот. У христиан есть двунадесятые праздники, и все они основаны на любви Божией, а у дьявола на ненависти и убийстве, и на лжи. Иоанна 8 глава, 44 стих. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего? Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Когда люди возгордились, и их древний замысл стать как боги, цитата, взятый еще из рая от дьявола, стал воплощаться в строительство Вавилонской башни, 721 год от потопа, первый год, то эта долина Синаарская стала рождением наций, языков и наречий. Люди перестали понимать друг друга. Бытие 11 глава, 2-9 стих. Двиновшись с востока, они нашли в земле Синаар, равнину, и поселились там, и сказали друг другу, наделаем кирпичи и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от этого, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Вот я привожу такой отрывок большой. Для чего? Теперь поясняю. Бог во всю историю человечества делает только то, чтобы вернуть человека в его первозданное райское состояние. Начатая в раю борьба еще не окончена, рука Евы все еще срывает плод. И напротив каждого глобального отступления потрясения стоит такое же потрясение от Духа Святого. Только с большим воображением можно представить, какое было недоумение на лицах людей, которые вдруг перестали понимать один другого. Тем более такое различие в языках русский, казахский, китайский, еврейский и так далее. Нет ни одного похожего слова. Они казались один другому пьяными, потому что каждый знал о себе, что он не пьян, и говорил правильно. Называет все предметы точно, а в ответ слышит совершенно непонятное бормотание. Можно представить, что чувствовали тогдашние прорабы, инженеры по технике безопасности. Работа остановилась, срочно надо совещаться, но и начальники не понимают друг друга. Сколько времени продолжалась эта катавасия? Можно смоделировать сегодня в лабораториях, условиях лабораторных, и получить то же самое. Уже в 20 веке в Ангелии провели подобный эксперимент ареста Христа. Но только судить его по самым гуманным и справедливым законам Англии, а не по тем римским, которые мы все осуждаем. Были адвокаты и защитники, и последнее слово, и прозвучал шумляющий вердикт повинен в смерти. Так точно и здесь. Вероятнее всего, каждый стал действовать на свой страх и риск. И с собой в котонку взял только свой личный опыт. И языки смешал Господь за гордыню непокорилость. Сколько мучей не приняли люди из-за непонимания друг друга. И вот на землю сошел Сын Божий, выполнил свою миссию и дает последний наказ. Деяние 1 глава 4 стих. И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. И они в смирении добровольно оставили все занятия, свои семьи, и ожидали. Деяние 2 глава 1 по 18 стихи. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнили все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им повещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Говори. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смирение. Говори быстро, тут запись идет. Ибо каждый слышал их, говорящих его наречия. И все изумлялись и делились, говоря между собою. Все говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне, и медяне, и ламиты, и жителями Сапатами, иудеи, и Каппадокии, Понта и Асии, Фриги и Памфилии, Египта, и частей Ливии, прилежащих к Киринеи, и пришедшие из Рима, иудеи, празелиты, критяне и равитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит? А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой, возгласил им, мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сиеда будет вам известно. И внимайте слова моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третья часть дня. Но это есть предреченное пророками Аилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излью от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих, в те дни излью от духа моего, и будут пророчествовать. И дальше я поясняю, что это? Здесь языки всего мира, возникшие в Вавилонском столпотворении, вновь соединяются в язык любви в одном человеке, в каждом. Как там, без всякого научения, люди заговорили на разных языках, так и здесь. Праздник Святой Пятидесятницы, торжество Духа Святого, и Духов день. Строительство Храма Божия с работниками из всех народов, и храм будет построен. В день Ветхозаветной Пятидесятницы евреи приносили в Храм Божий начатки плодов пшеницы. Первый сноб потрясения. Левитам, 23 глава, 15 стих. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноб потрясения, семь полных недель. Иоанн Златоуз говорит, что «Как тогда собранные колоски с разных концов поля и увязанные в едины снов были потрясаемы со словословием благодарности Богу и издавали шум, так точно в Иерусалимской горнице раздался шум, и все было потрясено. Величие Господа показалось действием вина, очевидно, как и при столпотворении тогда». Дьявол точно так же пытается создать праздник солидарности трудящихся, и этот день назначает на 1 и 2 мая подражание Пятидесятнице и Духову Дню. Откройте любой словарь, и вы там найдете, что 1 мая – это в Альпургеева ночь нечистых духов, ведьм и вурдалаков. И как он отмечается, и в честь чего он назначен, и где это выполнено было. Итак, при желании мы можем увидеть, что все христианские, праздники дьявол копирует совершенно точно, только с точностью, да наоборот. Я напоминаю, какой был вопрос, такой большой ответ, через него вышел, как должно относиться верующие к празднику Победы. Я стал об этом думать, молиться, и потом увидел, так они полностью копируют. У нас главная победа – это Христос победил дьявола, Пасха Христова. И далее, какие праздники безбожники не работают, не считают. Вот два дня я их нахожу в День Сошествия Духа Святого. Почему? Дьявол все абсолютно копирует, только делает все наоборот. Вот заметьте, женщина не равна мужчине, так создано, Богом было. И женщина, она всегда стоит с левой стороны, на фотографиях, при венчании, везде. Сегодня у всех, у сектантов, у всех женщина стоит справа. А почему она командует? Я раньше не думал, сейчас посмотрел, в огоньке как-то писали, казака фотографировали, говорит, а жена где? Ну, а жена, он сказал, он только сказал ей слово, это Марфа, Марфа, говорит, прибежала, и тут же встала, и встала справа, он только глянул на нее, она мгновенно оказалась слева. И он тут же корреспонденту пояснил, справа шашка, слева жена. Все, он как брат, чтобы выдергивать. Все это знают, знак покорности. Какое бы дело ни взялось, что безбожники делают, у них абсолютно все на выверт идет. Жена равна мужу, ну, а потом она возвысилась, эмансипация, другие слова придумали. Если написано, власть человека над детьми, абсолютная, не жалей розги твои, вдруг и венальная вестица вынурнула, никто в мне не знал, какое отнять, что дети должны жалуются на родителей, полностью развратить все, и кто это делает, это тот, кто восторяет Антихриста. Я внимательно рассмотрел все вот эти действия, какие сейчас действуют, и в правительстве, и везде. Все прямо противоположно тому, что заповедал Бог. А Господь заповедует очень четко, и ясно, у нас есть законы евангельские, когда человек обратится, как он должен жить, как молиться, как обращаться. Здесь все перевернуто с ног на голову. И поэтому празднование безбожных праздников для нас не должно играть никакой роли. Вот мы лично Новый год никак не отмечаем. А что там отмечать-то? Это обыкновенная дата, там никакого солнцестояния, равнодельствия нету, вообще ничего нету. И то, что мы прожили, или день рождения справлять, у нас тоже не справляется. А почему? А какая моя заслуга, что я прожил, год грешил? Конкретно, что, допустим, она мисс красота, а ее какая заслуга, что она такая, вот родилась, она такая красивая и прочая. Никакой. Это случай прославить Бога, что дал тебе такую красоту невиданную, ну и все остальное. Грамоту дал. Как грамоту? Память. О другое он хоть заучил, он не понимает. Ты все время научись славить Бога, что Господи, благодарю Тебя, что не отнял разум мой. Ты видел когда-нибудь сумасшедших в сумасшедшем доме? К одному проповеднику подошел, один из них, когда пришел немножко в разум и говорит, а вы Богу молитесь? Ну, конечно, молюсь. А вы Бога славите, что у вас разум сегодня есть? Я так подумал, да в самом деле, я благодарю Бога за все, что он есть. Дает мне, но за разум. Поэтому благодарите Бога более всего. Разумом мы отличаемся от животных. И праздники эти Бог назначил. Ветхозаветные праздники, они имеют, теневую сторону. И они указывают на сегодняшний день. Евреи отмечали это день обрезания ребенка. Это у них была семейная торжественная дата. Ну, там как конфирмация вот у протестантов где-то. А у нас крещение. То колоссианам написано, это прообразовало крещение. Там у них что было? Ну, любой праздник, который у нас отмечается, в Пасхе, где она? В Ветхом Завете была заповедана. Заколоте Агнца, 14-й день. Вот это как раз и заложено уже у нас в Пасхе. Так а Бог не указал праздновать. Так Ветхозаветнее же было праздновать-то. Ветхозаветнее надо праздновать. Вышли они из плена египетского. Как теперь нам не праздновать, когда Бог вывел нас из плена дьяволу? И уже не ягнячей крови, а кровью Христа. И помазаны не ворота, а помазаны мы, уста наши, мы тело его и кровь принимаем. Тут доказывают, ничего не надо. Вот свидетели так называемые иеговы, они ничего вообще не понимают. Ты маленько глянь, как Господь показывал. Ну, церковь пала, мы ее поправляем. Я говорю, а что-нибудь Бог говорил об этом, что с человеческими силами не поправить? А где говорил? Я говорю с проповедниками, там, баптисты, адвентисты. Я говорю, а помните, на губне Орфа ковщик долго стоял. Почему он там стоял? И когда наклонили валы, быки, ну, может, там, холм какой, и он подумал, что ящик все-таки стоит, ну, ковщик-то. И опрокинется, он решил рукой подпалить. Ну, и так, мы всегда делаем, когда везем, стараемся плечом подпереть. Он ничего плохого не сделал. Это был верующий человек. Это был избранный. Он везет, это самая великая святыня. Празднование такое, ликование, царь здесь, и Бог сразу его убил. Как будто там какая-то была энергетика, такая, в миллионы вольт ударил, и он сразу умер. И опечалился царь. Спрашивается, если это убил Бог, как она не усапирует. Ну, там, понятно, столкались. Здесь за что? Я спрашивал священникам, ни один не может ответить. Ни один. Так он что, погиб? Конечно, нет, не погиб. Он в раю. Тут несомненно. Но Бог на этом показал пример. С человеческими силами не выправляется дело Божие. Допустим, историческая церковь от апостольских времен, православная. Там не так, там не так. А давайте мы, народ мой, выходи, отделимся. Там говорится, выйти из города, не надо дурить. Вы старайтесь с человеческими силами, а мы своих изберем новых учителей, сами их рукоположим, как Дафана Верон и Корей. Дафана Верон и Корей, числа 16 глав, пошли в преисподние места. Человеческими силами Моисея нельзя было выправлять. Его выправлять будет Бог. Возди на вершину фазги и там умри. Бог ему говорит, всего ничего, ты не явил славу Мои, там, когда я сказал, скажи скале сей, а он добавляет, неужели из этой скалы? Видишь, у него получается три лишних слова. Не написано за то, что ударил. Это 105-й Псалом свидетельствует об этом. Внимательно надо смотреть. Праздники, которые у нас сейчас есть, многие надуманные, совершенно. Я говорю о нас, о православных. У сектантов там тоже надуманные. Праздники единства. Какое единство? Когда он был? С кем единство? Секты надробили, а теперь трех вместе свели, трех сектантов, и теперь праздник. Как два мужика подрались, 23 февраля будем праздновать. Ну, 8 марта, день разврата, страшнейшего, кажется, праздника даже нет. Все равно будет праздник. Поздравляют верующие друг к другу, как говорится, святые, тут с майдеки шлют, не думают совершенно ни о чем. Если хочется поздравить женщину, поздравь ее с тем, что она приняла Иисуса Христа, день, когда она уверовала. Вот Февронию, говорят там, сегодня Петра. Да, у нас есть женщины в Священном Писании, которые были апостолами для апостолов, как Мария Магдалина, Андроник Июния, Киприана Устина, Прискила и Акила. Это образцы. И где они были? Они все были с мужьями, были на проповеди, на благовестии. И поэтому, вот это для нас, вот праздновать этот день, притом в честь июня я еще ни одной не встретил, кто бы был назван. Ни одной. А есть такие, которые с рода имен-то нету, как Римма звать. Ну, Римма, я говорю, это мужское имя. А почему мужское? Ну, открой календарь. Инна, Римма и Пинна. Это три воина были в Римской империи. Мужчины. И в церкви Римма никогда не называют. У нас вот Римма пришла, ну, ее как Маргарита. Маргарита означает жемчужина. Это мужские имена. Мужские есть двое. Александр, Александр, Валентин, Валентина. Так, но это чисто мужские. Римма нет такого имени. Даже этого не знают. А как это можно узнать? Просвещением от Духа Святого. Мы говорили здесь о праздниках. Праздники нужно отмечать те, которые указывает Господь. Вот день Пятидесятницы. Начало открытия двери в церковь. Все народы пришли, услышали, и заговорил Господь с ними, и они обратили, что нам делать, мужи и братья? Покайтесь, и да каждый из вас крестится во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получит дар Святого Духа. Деяние 2 глава 38 стих. Вот отсюда надо начинать. А праздник это, да, великий праздник. У нас что, отмечают сегодня? Вот, допустим, праздник Сретения. Я уже к православному обращаюсь. Скажите, а что мне этот праздник дает? Симеон не поверил, как предание говорит, как переводчик был. И он встретился со Христом. Какое ко мне отношение имеет? Для меня праздник тот, 27 сентября 62 года, когда я встретился со Христом. Я, этот праздник индивидуальный. Моя встреча произошла со Христом и я покаялся. Почему бы нам не отмечать праздник, когда Саввел обратился в Павла? Вот эта встреча была бы. И сказать, подражайте ему. Имейте вот эту радостную встречу, когда видно будет, что ты действительно обратился ко Христу. То есть, надо кое-что пересмотреть, даже символ веры добавить. Верующим может считаться только тот, добавить такое, который исполняет заповедь Христова и благовествует о нем повсюду. Ну, другими словами, может быть, грамотных людей хватает. Но указать на слово Библию, символ веры, считаем, два собора, а Библии вообще слова нету. Как в Писании. По Писаниям. А его и не знаете, кто Писаниям. Прямо показать и назвать, чтобы у каждого была святая Библия и жили по Евангелию. Вот эти слова прям символ веры добавить. Добавить. Не боятся эти слова добавить. Потому что они будут нас настраивать на определенный лад. И тогда положение у нас в церкви было бы совершенно другое. И мы будем понимать друг друга. А сегодня более непримиримые, более недружественные нации, чем русские, кажется, никого нету. Как будто один Вавилон идет и все. Что мы не дожили до дня Пятидесятницы. День Пятидесятницы объединил все народы в одном человеке. Я более всех вас говорю на языках, апостол Павел говорит. Вот простой маленький вопрос, как вы празднуете. Но он включает в себя буквально круговой вот этот цикл обращения дней. Сколько дней этих, почему эти дни введены, а как это было раньше, а что оно означает. У нас есть праздники надуманные, не на Писание. Но я православный, я их исполняю. Но я говорю, что не буду же доказывать Баптисту, что введение во храм Пресвятой Богородицы. Нет об этом ни одного слова. И самое удивительное, введение во храм Богородицы, успение Богородицы, Благовещение, ну Благовещение ангела вознеслило, рождение Богородицы, она сама родилась. Ну все праздники. А считается Евангелие одно и то же. Одна из женщин сказала, блаженна, шриба тебя носившая. Вот это в сказке такое про дурака написано. Он на похоронах и на крестинах и на рождении говорил одно и то же, его везде лупили как следует за это. А одно и то же место считается. Когда считают об апостоле Петре Павле, там есть что считать. Здесь ничего нету вообще в Писании. А кто это придумал? Монахи придумали. Придумали, но он принял. Я православный, я исполняю эти праздники. Но я не могу другим настаивать и говорить. Я считаю Даниила Сысоя святым человеком. Но когда он начинает прогулка с сектантом по храму, я сразу пящусь назад. С чего он взял? За что я буду сектанту показать иконы, храм, о которых в Новом Завете ни одного слова нету? Я ему должен сектанту показать на одно. что у них нет рукоположения по нисходящей линии до апостолов. Они не церковь. Вот самое главное. Они не понимают, ну где двое или трое собрались и там обратился, это в церковь обратились. А которые обратились до этого, то это в церкви еще не было. Как разбойник на кресте. Вне церкви нет спасения. Вот это главное. А второй пункт это толкование святых отцов. Они мудроют, а ничего нету. Вот узко одним стихом, как говорится, в танковую щель смотрят, не понимая ничего. И мы должны это им сказать. И сказать это по любви. А он не примет. А меня это совершенно не касается. Вот у меня которые здесь есть, даже письма пишут, даже в mail.ru или где-то еще. Я им один раз сказал, они не принимают. Я больше ничего им не говорю. А зачем? после первого-второго разумления отпрощайся. Я им сказал, моя задача засвидетельствовать, что церковь только там, где есть священство по рукоположению, нисходящее до апостольских времен. Непрерывно. А где перерыв? Это самозванцы Дофана, Верона и Кореи. Они ничего не понимают о церкви. Не понимают, совершенно не понимают. То есть, ему не дано, и он будет отвечать перед Богом. Но я не молчал. Я хочу иметь хорошее отношение с ними. Но это я обязан сказать. Но я не буду им на вели давать и про иконы или про мощи. Мы совершенно как тяжко больные люди рассуждаем. Сами имеем не знаю что. Кланяйтесь, говорит, не знаете чему, а мы кланяемся. Господь сказал об этом. Мы людям должны показать красоту православия именно в непрерывности шествия от апостольских времен. А у сектантов у любого там год, когда они возникли, он покажет век или того меньше. Тут уж заказывать-то не надо. Но лютера они не могли раньше лютера. Иеговисты не могли там раньше своего какого там. А вот в апостолах у них определенная дата. 1639 год. Рожерсы. Первая община. А рукоположение ниоткуда сами взяли. Добрые, хорошие люди. Это не дано. Почему не дано? Я думаю, только одна причина нет смирения. Я вот это принял только потому, что я сразу смирился. Да будет воля твоя. Умом я там с ними. Но быть я там не могу, потому что это не церковь. И поэтому какие праздники, вот они даже празднуют у себя, говорят, а мы исправим праздник раньше, другие пасху нынче будет, позже. И пишут, а как вы считаете? Вот нынче пасху неправильно празднуют. Для того, чтобы пасху высчитать, нужно дождаться весеннее равноденствие 21 марта, день равен ночи. Дальше, чтобы с этого момента 14 дней луна убывала, не пребывала. А если она только пребывала, нужно достать полнолуние и еще 14 дней на убыль. Потому что 14-го Несана Христос был распят. А 14-го это было полнолуние. И 14 дней до него должно быть. Теперь дождаться первое полнолуние и от первого полнолуния не менее трех дней до воскресенья. А если полнолуние на субботу, еще неделю пропускать. И это как нынче на 7-е мая. Вот какие условия соблюдать. Ничего не знают, спорят, а почему нынче так не по канонам. Каноны одни даны нам. Пасхалия высчитана. Она повторяется через 532 года. Вот главный момент, который люди упускают. Богу нашему слава. Слава веки веков. Аминь. Аминь.